Да, я знаю, знаю, самое большое преступление это призывать людей к независимости и свободе, прямой путь к хаосу и взаимоуничтожению. Я просто не ведал, что творю. Теперь я понимаю. Если вы позволите, я прямо сейчас им всем скажу. Вы что? Вы что, действительно думали, что моя миссия пробудить вашу самостоятельность? Вы что, совсем тупые? Удел массы быть покорной, питать иллюзии и страх. При неумелом обращении свобода разорвёт вас. Бойтесь свободы! Бойтесь... Я всё правильно сказал. А теперь то, что я действительно думаю об этом. Дело в том, что в жизни есть одна маленькая, но очень важная фигня. Однажды дети вырастают. Становятся чуть выше, чуть свободнее, чуть образованнее своих отцов, понимаете? Они уже не хотят стоять в бесконечных очередях, бегать за пивом и выносить невыносимый мусор. Дети хотят чего-то большего. Но папа на их свободолюбивая я говорит, что мне не последние буквы алфавита его не волнуют. А между прочим, при дедушке аз стояла в самом начале и имела реальный вес. Идея проста. Система контролирует вас, пока вы одинаковые. Но если каждый начинает думать не по лекалу, у системы не хватит ни рук, ни методов, ни правил, чтобы обшлёпать всех. Вы разрываетесь между романтикой противостояния и желанием приспособиться и выживать. И вот тут-то вам и дают по зубам. Встань в конец, ты последняя буква! Но внимание! Высший и самый неуловимый бунт – это всего лишь умение в любой ситуации оставаться собой и гордо нести своё «я» как знамя. И речь тут совсем не о чувстве собственной важности. Большим можно оставаться и будучи маленьким. Не помню, кто сказал. Да-да, именно так. От простого к сложному. Для начала, везде, где только можно, нужно писать «я» с большой буквы. В документах, в письмах, в блогах, в статьях. Везде. Это ведь так просто. Но скоро вы убедитесь, как это сложно. Ведь во многих языках «я» пишется именно так. И для всех же остальных, повторяю. Бойтесь свободы! Она способна рас...